К теме безопасности. На прошлой неделе в нашей компании работала комиссия Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром». Она проверяла готовность нештатного газоспасательного звена «Газпром-добыча Ямбург» на заполярном месторождении. О результатах проверки расскажет Алексей Базарнов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кромдобыча Ямбург с июля этого года. Кроме того, на предприятии имеется нештатное аварийно-спасательное формирование, но у нового подразделения своя специфика. Данное формирование создано в соответствии с требованиями федерального закона 116 и иных федеральных законов и предназначено для работы в газовоздушной среде. То есть при наличии опасного фактора. Все бойцы прошли обучение без отрыва от производства. Для этого на заполярное месторождение приезжали соответствующие специалисты, которые проводили теоретические и практические занятия. Газоспасательные работы имеют свою специфику. В них огромную роль играет не только квалификация персонала, но и оснащенность специальным оборудованием. Укомплектованы на данный момент мы на 100%. Соответственно, главное оснащение газоспасателя – это дыхательный аппарат и при необходимости изолирующий герметичный костюм. Собственно, оно на мне и одето. При необходимости у нас есть дополнительные оснащения, которые мы можем использовать в зависимости от поставленных задач. То есть автомобиль у нас укомплектован также полностью всем необходимым оборудованием согласно ведомости и табель оснащения газоспасателей. После сбора звена на месте условной аварии командир поставил подопечным задачу на проведение газоопасных работ. По легенде, в загазованном помещении находится пострадавший. После проверки амуниции отряд выдвинулся в эпицентр происшествия. За действиями бойцов внимательно следили руководители нефтегазодобывающего управления, представители пожарных частей, дислоцированных на месторождении. Но главными арбитрами были члены рабочей группы «Газпрома», представляющие объектовую аттестационную комиссию Министерства энергетики. В соответствии с законодательством в России предусмотрена аттестация всех видов аварийно-спасательных работ. Сегодня мы провели предаттестационную проверку формирования. Мы убедились в том, что оно сегодня укомплектовано аварийно-спасательным оборудованием и имуществом в необходимом количестве. Мы проверили навыки работы аттестованных уже спасателей. Ребята показали хорошую подготовку, удовлетворительные знания теоретические для выполнения данного вида аварийно-спасательных работ. Те замечания, которые были у нас указаны, они абсолютно не критичны. По результатам этого мероприятия мы подготовим акт и передадим его в аттестационную комиссию. Ориентировочно 28 сентября состоится заседание аттестационной комиссии, на которой все эти материалы будут рассмотрены. И будет принято решение о том, аттестовать или не аттестовать данное формирование. Работа по аттестации газоспасательных звеньев в дочерних обществах «Газпрома» только началась. «Газпромдобыча Ямбург» – пятая по счету. Общая численность подразделения – 12 человек. С учетом вахты на месторождении как минимум присутствует звено из шести спасателей. Костяк составляют работники нефтегазодобывающего управления, знакомые с особенностями газоопасного производства. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в «Газпромдобыче Ямбург» существует план их ликвидации. В соответствии с ним каждому формированию предназначена своя роль. Согласно акту проверки, газоспасатели Заполярки ей соответствуют. Алексей Базарнов, Сергей Овсянников. Заполярное месторождение.